Далее готовим завтрак, и на этот раз блюдо сырный рулет. И напоминаем еще раз, что героем этой рубрики может стать каждый из вас. Найдите нашу страничку в фейсбуке, напишите нам в твиттере, и если ваш рецепт будет оригинальным и, главное, вкусным, мы обязательно приедем к вам вместе со всей съемочной группой, и вы станете героем нашей вкусной рубрики. Ну а сейчас рецепт сырного рулета. Смотрим и облизываем пальчики. Доброе утро! Все вы знаете и, наверное, любите традиционные закуски из лаваша с различными начинками. Сегодня я хочу вам рассказать, показать, как можно сделать оригинальный рецепт похожего рулета только из сыра. Для этого нам потребуется 200 граммов сыра голландского, чеснок, творог мягкий и укроп, соль плюс перец – это для начинки. Что нам нужно сделать в первую очередь? Сначала мы кипятим воду в чайнике, потом мы берем сыр и укладываем его в водяную баню. Это нам нужно для того, чтобы сыр стал мягким и податливым, чтобы мы могли сделать из него рулет. И пока он томится, мы готовим начинку. Начинка делается очень просто. Нам необходимо взять мягкий творог, укладываем его в измельчитель или то, чем вам удобно мешать перемешивать. Начинки делайте ровно столько, сколько вы любите. В принципе, как и в рулетиках с лавашом, все зависит от ваших личных вкусовых пристрастий. Так, мы уложили. Параллельно мы выдавливаем чеснок. Кто любит поострее, может добавить побольше. Моя семья любит поострее, поэтому я добавлю целый зубчик. И измельчаем укропа тоже по вкусу. Можно добавить кинзу, петрушку, любую зелень, которая вам нравится. И все это тщательно перемешиваем. Прошли наши 20 минут. Наш сыр расплавился и готов к тому, чтобы быть раскатанным на рулет. Стараемся его делать потоньше. По аналогии с лавашом. Могу дать совет, почему нужен именно голландский сыр, а не, например, российский. Дело в том, что в голландском сыре нет дырочек, которые присущи российскому сыру. И когда вы будете раскатывать, у вас не получится ровной поверхности, потому что дырочки, они, к сожалению, не растираются и не раскатываются. Теперь мы добавляем нашу начинку. Сверху намазываем по аналогии с рулетом из лаваша. Размазываем по поверхности тонким слоем, чтобы у нас красиво было. Лишнее уберем. Так. И начинаем закатывать наш рулетик. Закатываем так же аккуратненько, чтобы не порвать. Потому что где-то он может быть местами тонкий, где-то потолще. Наш рулет готов, и мы теперь можем его нарезать и подавать на стол. Нарезаем вот такими небольшими порционными кусочками. Наше блюдо подано. Приятного аппетита и хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова